Друзья, всем привет! Китайцы все стремительнее и стремительнее захватывают наш авторынок. Очень часто в комментариях я встречаю такое предложение, что нужно снимать автомобили, которые наиболее доступны для общих слоев населения. Но китаец на сегодняшний день Chery Tiggo 7 Pro у нас на тесте. По цене, ребята, 1 миллион 800 тысяч рублей купил его человек совсем недавно. Это совсем свежий автомобиль, хотя по идее вот эта комплектация максимальная не должна была превышать отметку в полтора миллиона рублей. Что это за автомобиль? Вы все, в принципе, уже прекрасно знаете, кто плюс-минус интересуетесь. Но мы сегодня пообщаемся больше с владельцем и послушаем, нафига он его купил? Почему не Tiguan? Почему не какого-нибудь японца? Почему не вторичка? Что ему понравилось в автомобиле? Что ему не понравилось? Потому что человек изучал все форумы. Этот ролик будет интересный и насыщенный. Присаживайтесь поудобней, ребята. Прежде чем мы начнем, 17 секунд спонсор этого выпуска и после чего мы переходим к основной теме выпуска. ...заболевших коронавирус... ...коронавирус зафиксирован во всех. Терпение мою лопнуло! А это мама! Ну, наконец-то! Купи телевизор БиКью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Есть три фактора, благодаря которым китайцы активно захватывают наш авторынок. Первый. Это дизайн. Они действительно сделали шаг вперед. Сильный шаг вперед. Многим автомобилям нравится. Потому что если вы пообщаетесь с владельцами, очень часто с ними общаются другие люди. Останавливаются, спрашивают, а что это за машина? Далее. Это интерьер и оснащение. Они по интерьеру и по оснащению действительно тоже сделали шаг вперед. Ну и третье. Это, конечно же, цена. Потому что, по идее, если бы не вот этот вот скачок с курсом доллара, не вот этот вот кризис из-за пандемии, автомобили были бы по цене плюс-минус доступны. Давайте поговорим о каждом из факторов более детально, но кратко. Внешний вид. Когда мы снимаем какого-нибудь немца современного, очень часто люди пишут, да это же какой-то китайец. Вот там фонари от китайца, еще что-то. На самом деле, если посмотреть на этот автомобиль, с одной стороны, да, в комплексе взгляд на него, он симпатичный, но страшным его не назвать. Но, с другой стороны, многие детали откуда-то позаимствованы. Что-то от корейцев, что-то от японцев, что-то от немцев. Детально перечислять, откуда вот эта фара, откуда вот эта решетка, я сейчас не буду, потому что в каждом обзоре кто-то где-то что-то видит. Очень много хитростей по автомобилям. Вот смотрите, с одной стороны у нас диодная оптика, диодные противотуманки, 18-е колеса. И в целом автомобиль выглядит как полноценный паркетник. Но у него есть своя хитрость. Только передний привод. Соответственно, если бы у автомобиля был бы задний привод, если у автомобиля были бы более продвинутые линейки моторов, если у него была бы автоматическая коробка передач, то было бы что? То он просто-напросто вырос бы в цене. А здесь, соответственно, ты покупаешь его, ну, подчеркиваю, изначально он должен был бы стоить полтора миллиона рублей за полную комплектацию. Базовая комплектация и того тысяч на 200, а то и 300 дешевле. Эту машину, если быть точным, купили по цене 1 миллион 789 тысяч рублей за наличку, без каких-либо допов, кредитов и так далее. Вот это голая цена безо всего. И вот что меня возмущает в современных реалиях, если мы сейчас залетим с вами на официальный сайт, то мы увидим цены от 1 миллион 380 до 1 миллион 560. С одной стороны, ну, блин, какие миллион 800 за топовую версию, а с другой стороны, вот он вам, пожалуйста, текст. С учетом всех возможных выгод. Самое главное, друзья, это понимать, вот на официальных сайтах сегодня цены пишут уже нереальные. Эта цена указана с тридином, кредитом, а вы все прекрасно знаете, как это все дело рассчитывается. За наличку плюсуйте везде по плюс 200-220 тысяч рублей. По оснащению. Внутри автомобиля у нас, естественно, подогрев руля, подогрев сидений. Все на кнопочках, все сенсорное. Круговой обзор, который действительно хорошо работает. Электронный стояночный тормоз. В общем, в этом автомобиле, по сути, есть все самое необходимое, и даже немножко больше. Вот когда ты пересаживаешься с какого-то автомобиля попроще, ты сначала можешь подумать, китаец, да, вот китаец. Но сегодня уже так не говорят. Если вы начнете читать форумы, многие говорят, блин, ну а что еще взять? Если взять какой-нибудь Tiguan, да, говорят, да, автомобиль там, возможно, поинтереснее, но он будет гораздо беднее. Чтобы собрать вот в такой же комплектации Tiguan, это будет далеко за 2 миллиона рублей. А здесь ты присаживаешься, ну скажите сами по интерьеру, как вам, нравится, не нравится? На мой взгляд, все здесь подворовано. Соответственно, вот эта часть напоминает Audi, вот эта часть напоминает BMW, вот эта часть напоминает какого-то другого немца, либо японца, вот я встречал подобные приборные панели. Такого, чтобы, знаешь, какая-то индивидуальность была, чтобы ты сел и сказал, вау, такого я раньше не встречал. Ну где? Покажите мне. Это версия 7 Pro. Существует версия 8, соответственно, она будет еще больше. Ребята, вот я сажусь сам за собой. Сидение я водительское не трогал, у человека оно лишь сильно высоко поднято. Но здесь я сажусь, места достаточно. Соответственно, как он будет на дальнее расстояние? Комфортен, некомфортен? Ну, по-хорошему, тысячоночку проехать надо. Но вот так, да, первое впечатление, места достаточно. Опять же, у нас идет огромная панорамная крыша. Ты садишься, в машине светло, каких-то изысков нет. Вот сюда посмотришь, вроде бы все классно, но вот этот пластик какой-то дешевенький. Но, опять же, есть смысл к этому придираться? Если тебя напрягает пластик, вот покажи, просто даже вот эту вставку, да, она прям, ну, явно китайщина, вот эта вот часть. Но, с другой стороны, что тебе не нравится? Если тебе что-то не нравится, пожалуйста, купи автомобиль классом выше. Клиренс у нашего автомобиля 190 миллиметров. Только передний привод. Очень часто, знаете, писали вопросы в инстаграме нашего канала. Я сделал публикацию, мол, задавайте, что вам интересно. Много пишут про передний привод. А хватает ли на этом автомобиле только переднего привода? Друзья, почему будет не хватать? Понятное дело, что для комфорта интереснее было бы полный привод. Но многие автомобили, седаны, катаются на переднем, и все нормально. Все же зависит от условий эксплуатации. Вот у нас снег сыпал, сыпал, сыпал. В городе все почистили. Я на заднем катаюсь без каких-либо проблем. А здесь 190 миллиметров с веса достойный. Соответственно, если ты не поедешь в поля, тебе будет воз головой. Меня удивляют некоторые тесты, когда люди... Так, мы проверим его на бездорожье. Как он будет ехать? Зачем это нужно? Для кого? Для чего? 5% из 100 владельцев, которые поедут на нем на бездорожье. Ну, передний привод. Уж лучше купить себе, как я неоднократно говорил, автомобиль новый, и отдельно купить себе какую-нибудь бэушную Ниву. И, соответственно, на ней кататься, если вам это нужно. На этой тачке доехать до дачи, еще куда-то в пределах разумного, в запас хода, мощности, клиренса, ну и так далее. Под капотом у нас все просто, все известно. Один мотор объемом полтора литра. Он идет на 147 лошадиных сил. Все закрыто пластиком. Работает он в паре с вариатором. Разгон паспортный около 10 секунд. Сколько вам поедет в реале? Отдельная история. Знаю, что некоторые начинают жаловаться на то, что, допустим, покупая автомобиль, он идет изначально на летней китайской резине. И некоторые говорят, резина говно. Соответственно, нужно доплачивать покупать. Далее. Китайцы. Что о них сегодня известно? Известно, например, что хавалы начали гореть. В морозы, в холодных регионах. У них какая-то там проблема с топливной системой. Многие машины просто-напросто загораются. Про вот этот мотор, например, сегодня, какой-то полной картины узнать невозможно. Потому что не так много их купили, не так много люди проехали. То есть обратной связи полноценной нет. Ну, как минимум, люди, кто там моторами занимаются, говорят, ну, 1200, 250. Они побегают при должном обслуживании. А дальше, как бы, вроде бы и нахрен не надо. Либо капиталь, либо покупай новую. Ну, там уж как повезет. Факт в том, что вот такой автомобильчик у нас за 1 миллион 800 тысяч рублей. По оснащению хороший. Передний привод 9.8. Вариатор для города с одной стороны пойдет. Или не пойдет. Ваше мнение пишите в комментарии. А мы сейчас позовем владельца и пообщаемся с ним. И спросим, нахрена ты его купил? Ну, и так далее, друзья. Друзья, знакомьтесь. Александр, Саш, привет. На улице минус 20 градусов. Саша у нас парень молодой, 26 лет. Поэтому сейчас Саша на наших глазах чуть-чуть замерзнет. Саш, ну, рассказывай. Тебе 26 лет. Ты скопил денежки. Чем занимаешься? Где работаешь? Я работаю диджитал-маркетологом. В IT-сфере уже четвертый год пошел. И вот занимаюсь тем, что продвигаю сайты, создаю сайты. Девушка моя их дизайнит. То есть у нас полный комплексный маркетинг. От создания сайта до его продвижения в интернете. И в этой сфере ты сам заработал на этот автомобиль? Без кредитов? До копейки. Безо всего. Прежде чем купить автомобиль, ты на чем-то ездил? Нет. Это первая твоя машина? Первая машина мой праздник, да. Вот расскажи, пожалуйста, как так получается, что в 26 лет ты выбираешь себе молодой парень китайца? Ну, вот ты не поверишь. Я вот как раз смотрел твой канал перед тем, как приобрести автомобиль. Года два я смотрел вот ровно на эту BMW, которая стоит за тобой. И на 320-ю горел просто неимоверно. Но вот в момент, когда я уже был готов ее приобрести, буквально за месяц до, цены просто с миллиона 200, адекватные какой-то там в миллион 800-600. И просто вот неподъемно. Вот за, там, 2013 год отдавать такую сумму не считаю адекватным. Поэтому решил поизучать новых машин на рынок. А, вот смотрел очень стабильно. Ну, а какого-то японца, корейца там в горятке, спорт, еще прямой конкурент. Вообще не нравится. Это, считаю, не молодежный автомобиль. Автомобиль для людей, которые уже, ну, не хотят ничего показывать. Им уже не интересно просто средство передвижения. А для меня это был первый автомобиль. Реально хотелось праздника. Хотелось что-то такое, знаешь, чтобы люди смотрели, спрашивали. Чтобы внутрь, когда сел, прям вау-эффект не сходил там, ну, больше, чем от БУ, там, месяцами. Вот что сейчас, кстати, и происходит. Ну, вот я правильно понимаю тебя, что когда ты остановился на выборе, для тебя эта тачка симпатичная по внешнему виду. Она тебя полностью устраивает по интерьеру. И ты прямо от нее кайфуешь. Да, так и есть. Ты, молодой парень, по-любому читал форумы. Сегодня на ютубе полно каналов, где люди рассказывают о своих автомобилях. Какие минусы есть у этой тачки из того, что уже известно? Ну, смотри, вот есть у меня ключ. В нем есть автозапуск. Очень крутая вещь. Нажимаешь, типа, она завелась и так далее. Но в этом есть минус. Во-первых, срабатывать через раз. Не знаю, от чего это зависит. Типа, вблизь, но проблем. Но как только я там чуть-чуть отойду, есть какое-то препятствие, она просто не реагирует. То есть она сигналит, но не включается. А если включилась, то на кондиционере включается только 22 градуса. То есть ты садишься в машину, а там, ну, максимум 22 градуса. Типа, тебе надо прийти, добавить, там, прогреть ее. Считай минусом. Раз. Дальше. Открываем дверь. И мы здесь можем с вами наблюдать, что никаких порогов внизу у машины нет. Она просто, если туда попадает какой-то снег, грязь и прочее, она действительно будет дрожаветь очень сильно. Каждый раз, когда я езжу на автомобиле, вот эти вот места, огромные скопления собирают на себе. И, ну, она действительно от этого будет дрожаветь неимоверно. И дилер предлагает это за дополнительную цену, опять же. То есть это максималка. Ну, лучше быть не может. Комплектации. И вот такое. Задняя сторона автомобиля, тот же ключ могу нажимать, и она может просто не срабатывать, не понимать тоже, от чего это может зависеть или нет. не открывает. Или же я могу вот подойти к ней, она меня не реагирует. Хотя должна. Я подхожу, она должна просигналить, вот как сейчас. Я должен сделать типа шаг, она должна открыться. Но это не срабатывает там каждый раз. Слушай, Саш, такой вопрос. Вот очень часто, да, в обзорах обмечают то, что, например, фальш, выхлопные трубы. Тебя вот как владельца, как-то напрягает. Здесь же тоже, у тебя два выхлопа, как бы, но на самом деле одна труба выходит. Когда вот выбирал, почему-то тоже очень сильно заострял на этом внимание, но, если быть откровенным, прошло два месяца, вообще на это не обратил внимание. Выглядит классно, классно, разницы вообще никакой, не вижу. Знаешь, вот у меня такой вот тоже стереотип, китайцы, вот ты начинаешь рассказывать, на кнопочку нажал, не сработал, ну сразу хочешь сказать, ну это же китайцы, вот оно стандартное. Вот по электронике, по мультимедиа, расскажи, что у тебя? Слушай, правильно все говоришь, так и есть. Очень важно для меня при выборе автомобиля было, ну первого автомобиля было узнать все плюшки, которые есть, они все здесь собраны, и подогрев руля, там подогрев сидений, все, что твоей душе угодно, но, всегда есть но. Во-первых, включая поворотник, у меня здесь загорается вот такая штука. Когда она работает, даже когда ты стоишь, ты не можешь управлять музыкой, звуковыми, там сброс телефона, чем угодно. Возможно скажут безопасность, но я скажу, я стою на месте, какая безопасность. Вот один из минусов, например, далее вот есть спидометр, мы видим здесь пробег, который я вот, не общий, да, который сбрасывается. Так. Если я здесь наберу больше тысячи, здесь вот есть сотая доля, она просто уходит, обрезается. То есть прорисовка хреновая? Пол цифры просто обрезается. Я слышал, что еще были какие-то проблемы с русским языком, тире переводом. Есть кнопка, где я могу голосовым управлением управлять автомобилем, но я не могу этого сделать, потому что, во-первых, чтобы это сделать, мне нужно активировать на китайском языке ее. То есть там, ну типа, привет Сирии, только на китайском что-то. Хуань чо, он хуань? Во-вторых, я не могу себе даже блютуз здесь переименовать, потому что просто нет раскладки русской. Офигеть. Просто китайская. И мультимедиа, вот прошивку мне обновляли, но это не исправило проблему. Кстати, привет, дилер Кунцева, который забыл у меня флешку с обновлением мультимедиа. По поводу подогрева. Как вы считаете, странно это или нет? Вот он не рабочий сейчас, я нажимаю, горит две. Казалось бы, когда ты включаешь, должен быть первый уровень такой средний, второй типа посильнее. Но здесь все наоборот, то есть получается, здесь две это так, средний тебе греет, один это прям прожаривает. То есть, подожди, не понял, то есть две это средняя прогревка, а один это типа максимально, то есть от обратного идет. А, друзья, вот это интересно, просто, например, на тачках там включаешь три, да, это значит максимально, а здесь это получается прикол, но чисто китайские технологии. Слушай, вопрос был про селектора переключения передач, то что, допустим, если ты включаешь заднюю передачу и перейти на драйв, тогда два раза вперед идет, то есть через нейтралку он проходит. как, ты в силу того, что это твой первый, быстро к этому привыкли? по ощущениям, я вам скажу так, что вы, ну, настолько быстро к этому привыкнете, даже не заметите. Это, это даже удобно, ну, мне так кажется, потому что здесь не нужна никакая кнопка для зажимания. Я думаю, это будет проблема, и знаешь, случайно заденешь, ни разу такой ситуации не было, спокойно выжал, два раза сделал, а пока вообще никаких с этим проблем тут этого не было, поэтому пока доволен. Вот единственное, что я хотел бы отметить, эти китайские мелочи, которые, казалось бы, ни на что не влияют, но... мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все, это вот действительно нужно запомнить, потому что вот из этого всего собирается так, что это читается. Ну, я думаю, на камеру может не будет видно, но на деле она действительно очень маркая, салфетка, если протрешь сразу разводы, если ты очень неаккуратный водитель, там, ключами или еще чем-то, это сразу царапина, но это реальная боль, представь, там, пройдет 3-4 года, там, ты собираешься ее продать, сразу бросается в глаза, поэтому это большой действительно минус. А подстаканники, я могу ошибаться, конечно, или мне кажется, что еще два подстаканника, два стакана кофе из Макдонанса не встанут? Девушка у меня суперлюбитель кофе, SM вставляет, L-ка не входит. Вот он вам, живой тест, чашечка кофе, раз, ты поставил, обычная стандартная, соответственно, рядом с ней, другая уже, ну, просто не поместится. Сделан подстаканник, и Сережа, ты купил два кофе, один встает, второй не встает? Да, вообще прикол. Друзья, вот прошло минут 40, как мы познакомились с этим автомобилем, вот честно вам скажу, вот я смотрю на приборную панель, она мне прям отчетливо напоминает Хонду Серви, ну, вот серьезно, мое личное мнение, то есть японца. Смотрим сюда, однозначно, вот прям из пятерки БВ, смотрим сюда, это Ауди, смотрим на эту часть, это какие-то отголоски Мерседеса, тире, даже уже можно сказать, Икия, то есть у них там бывают подобные. По форме, по внешнему виду автомобиля, смотришь на фары, Саша говорит, Lexus напоминает, я, например, смотрю, там местами напоминает мне того же самого корейца, там какой-нибудь Hyundai, по прищуру, где противотуманки мы смотрим, там плюс-минус, там какой-то X3, кому-то напоминает что-то от Infinity, в общем, такая машина наборная. На мой взгляд, это с одной стороны, вроде бы как и плюс, ты садишься, но ты тоже самое, в принципе, верно и говоришь, что все собрано, самое интересное, и в одном флаконе ты получаешь даже за меньшие деньги. С другой стороны, да, ну уж, как вы всегда говорите, если вы там производите тачки, вы сделаете что-нибудь свое. Четличной черты не хватает. Да, вот не хватает чего-то такого, чтобы можно было сказать, а это вот череп. Ну вот знаешь, какой плюс отметил, как мы сейчас стояли на светофоре, пока вот ты рассказывал про что собрано, мы секунд десять простояли, и вот соседняя машина, человек уже смотрел, присматривался, и уже такой вот так, не кивая, что за машина, понимаешь? Ага. И вот так вот, ну, через день у меня постоянно, то есть мне показывают, опусти, расскажи, что за машина, брать, не брать, вот главный вопрос, скажи, что брать, не брать. Все равно сам факт остается фактом, что этих автомобилей становится все больше и больше. Вот ты даже, вот молодой парень, двадцать шесть лет, раньше там, да, еще года три-четыре назад, мне кажется, ну не выбирал народ китайцев, побаивались, то есть брали в основном там мужички, там, кто там денежку посчитает, а сейчас вот, ты мог что угодно купить другого формата, можно было даже кредитнуться, условно, взять что-то покруче, но нет, и сделал такой взвешенный выбор. Тут надо сделать обязательный акцент такой, что вот у меня была важная миссия такая, что я не должен навредить там своей работе, допустим, которой мне нужно ежедневно быть там, да, и закрывать какие-то проблемы на автомобиле, было бы сейчас мне вообще не вовремя. Мне некогда было бы с БУ машиной ездить в сервисы там и заниматься ей, к сожалению. Это на сегодняшний день, потому что у меня такой спрос на работе, то есть я должен постоянно быть в активе, постоянно приезжать, допустим, там вовремя успевать хотя бы и так далее. Мало ли что случится с БУ, непонятно. Здесь я знаю, я взял новую, она меня не должна подвести там больше шансов и на нее есть гарантия 150 тысяч, либо 4 года, или 5 лет, что-то такое. Но тут надо сделать ремарку, опять же, непонятно, как этот дилер объясняет, что это за гарантия, на что она работает, на что нет. Смотрите, с точки зрения комфорта, вот мы едем, на улице минус 2, сели, в машине тепло, я настроил под себя сидение, обзорность отличная, все смотрят со стороны, ну реально, куда не остановишься, поставив все пялиться на тачку, такое ощущение, как будто, знаешь, какая-то прям, действительно, какая-то необычная машина, хотя, ну, вот делайте выводы, как есть, говорю, показываю. Круговой обзор, вот в плане качества, действительно, хорошая картинка, в хорошую солнечную погоду, в вечернее время тестировали, других китайцев знаем, проходили, по обзорности. Камера лучшая по рынку. Соответственно, сейчас, если нажать газ в пол, это, естественно, поднимутся обороты, будет стоять рев, но вот если для комфортной езды, ну, тут рассказывать даже нечего, это пройденный этап, всем понятно, что для города это будет, в принципе, комфортно. Вопрос, что будет с мотором, что будет с коробкой, на перспективу покажет лишь время. И очень важный вопрос люди создают, вот, а что с ней будет через 2-3 года, как она потеряет в цене, вот, тебя этот вопрос волнует, что ты по этому поводу думаешь? Слушай, ну, вот, как я рассказал, мне на сегодняшний день было важно закрыть вопрос, чтобы она меня не подвела, то есть, я просто взял и наслаждался, но я также еще продумал такой момент, что через 2-3 года вполне возможно, я просто ее подарю отцу, а себе закрою ту мечту, которую я всегда думал про BMW 320, просто попробовать, и так далее. То есть, я решил вот немножко тут схитрить, на такой момент, я думаю, что отцу она тоже понравится, он не будет против. Друзья, а вот это вот такие ключевые слова из серии, вы поймите правильно, он купил себе китайца, но в голове-то он думает о BMW, и вот так происходит везде, к чему я хочу подвести, вот этой фразой, что очень часто люди говорят, вот возьму-ка я лучше японца, возьму я себе лучше корейца, возьму я себе лучше китайца, но сам факт того, что дай возможность каждому из нас достойно зарабатывать и иметь возможность спокойно покупать себе немецкие машины, не так, что ты там в кредит взял на последний, а ты пришел и отдал денег и купил. Вот все равно люди посматривают на немца. Да, ты прав, была бы возможность, конечно же, я бы выбрал, ну там, BMW, ну, не сработало. Друзья, вот мы сейчас перестроились, только мы включаем камеру, я включил поворотник направо, нифига ничего не включилось. Вот сейчас, опять же, нету. Почему? Почему не работает? Смотрите, вопрос очень частый, касаемо автозапчастей, касаемо расходных материалов, касаемо кузовного ремонта. Если вдруг, не дай бог, попал в ДТП, либо что-то сломалось, ты не изучал вопрос, как быстро это привозят сейчас, есть ли это все в наличии? Слушай, когда собирался приобрести, я очень много изучал форумов, там, отзывов, людей, которые только-только взяли, потому что я был один из первых, и люди отмечают, у кого какие-то были вопросы по кузовным, реальные проблемы, то есть, дилер мне 100% заверял, вот Кунцева конкретно, что вообще никаких проблем, любая деталь, там, неделя-две, там, и она будет, точно. Форумы отмечают, месяц-два можешь прождать, и даже не дождаться, там, связаны с коронавирусом или нет, непонятно, но факт, проблема есть. Саш, машину ты купил в ноябре, соответственно, в этот момент происходила как раз та история, когда машины продавали с допами, по-любому тебе что-то пытались впаривать, то, что нужно купить дополнительно, доплатить. Расскажи свою историю взаимодействия с дилером. Да, так и есть, приобретал черри Кунцева, дилер, перед этим, как я говорил, я смотрел CoolRay, и вот почти уже остановился на нем, но после этого мне дилер сказал, что ты, конечно, извини, но без допов 200 тысяч, мы тебя не отпустим. Ну, типа, бери или отпускай. Ну, я, конечно же, не стал потакать дилеру, как бы, это вообще незаконно. Это незаконно, но они тебе в итоге продали машину, или как ты от этого отбился? От CoolRay я просто отказался, вот ввиду того, что мне не понравилось обслуживание, вот именно такой подход, да, и потом я решил, поизучай-ка я еще рынок. Вот наткнулся на Tiggo 7 Pro, и пришел первый в Кунцево, в дилеру, и что у меня там было, какая история. Во-первых, за день до покупки, то есть, я, получается, заказал, прошел месяц или полтора, что-то такое, где я внес предоплату, что я забронировал машину. Когда подошел срок, за день до того, как мне ее должны уже продать, мне сказали, Александр, все понимаю, но автомобиль подорожал на 50 тысяч. За день до покупки, будешь брать или нет, вот прямо так, будешь брать или нет, мы можем другому продать, нам как бы нормально. Я сказал, тут мне пришлось, конечно, согласиться, то есть, я и так ее уже долго ждал. Окей, съел, типа, пошел дальше. И когда вы же приобрели, вот мы пришли, ее уже видим, забираем, оплату внесли. Мне говорят, она на летней резине, а там гололед страшный просто. Что будем делать? Надо только на зимний, тем более, я неопытный водитель и так далее. У меня отец, просто вот, хорошо человек смышленый, берет, заходит к нашим друзьям недалеко азиатским и покупает новые четыре шины зимние и сам вручную их несет. Ну, представьте, день праздника у меня, я с отцом ношу шины. После этого они, говорю, вот мы купили уже, можно поставить? Нам говорят, вы не записаны, шиномонтажей отказано. Мы просто на летней резине едем в ближайший шиномонтаж, чтобы нам могли это сделать. То есть, сервиса никакого, помощи никакой не было. Выдача, это вообще, ну, как бы, я объясняю, у меня праздник, первый автомобиль, прям ожидания были такие. Мне просто ее как из гаража выкатывают, типа, до свидания. Вот давайте с вами поговорим конструктивно. Вот все современные сегодняшние китайцы, это некая лотерея. Когда ты приходишь в салон, когда ты смотришь тест-драйвы, ты смотришь обзоры, машины симпатичные. Ты смотришь, как они укомплектованы, все хорошо. Все есть, достаточно, ценник вроде как тебя подкупает. Вот вопрос к тем, кто купил хавалы, у кого они зимой сгорели, что они скажут? Они скажут, да нахрена мне такое счастье нужно, особенно, не дай бог, те, у кого не было каска. Что скажет дилер? Нужно разбираться, это вот на заводе, отправил тебя гуляй, будем решать. Какой стресс испытает человек. Вот тебе, пожалуйста, Chery Tiggo 7 Pro. Человек рассказывает, что-то где-то глючит, с любым автомобилем такое может быть, но когда это глючит у китайца, сразу хочешь сказать со стороны, а, китаец, вот мы ехали, включаешь поворотник, то включается камера, то не включается. Что за фигня? Продают машину, многие отмечают, что голосовое управление, там нужно настроить сперва на китайском языке. Что за фигня? Не прорисованное меню, да, такое тоже бывает и на других машинах, но это неправильно, это же не нормально. А в целом, вот так вот посмотреть, да, ты садишься, комфортно, уютно, интересная машина. Для передвижения по городу достаточно. Багажник здесь подойдет, там около 500 литров, что-то перевозить, сиденья сложить можно, это все ясно. Но вот вопрос, оцинкованный кузов, будет он свистеть, не будет? Я, конечно, предполагаю, что не будет такого, как это было раньше, что машина там через 7-8 лет просто кусок ржавого железа, нет. По-любому, где-то возможно местами локально что-то будет. Что будет с мотором? Сегодня никуда не залез, как я сказал, особой информации нет. Что будет с вариатором? Что с ней будет лет через 5? Что будет с ее ценой? Вот что волнует людей. Вот Саша говорит, я первый проходец. Ну и вот, уже их продают, то есть осталось ждать еще там 3-4 года. В общем, вот интересно послушать ваше мнение развернутое, что бы вы написали. Но факт один, катаясь на китайце, думает о немцах. Я вас всех призываю в комментарии высказать ваше мнение. Обязательно подпишитесь на канал, потому что дальше будет больше роликов на разные темы. Если вы владеете каким-то автомобилем, и вам есть что про него рассказать, вы хотите поделиться об этом с людьми, рассказать его минусы, плюсы, пожалуйста, все контакты со мной, приезжайте, давайте делать полезные, интересные ролики. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.